МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этот безобидный фанерный биплан в грозные военные годы превратился в беспощадного мстителя. Он представлял не меньшую угрозу для врага, чем некоторые более совершенные боевые машины. Рассказ о фронтовой судьбе самолета-легенды У-2 в фильме Безотказный и надежный, как рабочая лошадка авиации, учебный биплан Поликарпова до войны был хорошо известен в Советском Союзе. Немецкая разведка этим самолетом совершенно не интересовалась. Фанерно-полотняная машина могла вызвать лишь презрительную смешку пилотов Люфтваффе. Кто мог предположить, что уже через год название У-2 станет известно каждому немецкому солдату на Восточном фронте. Германское вторжение в СССР началось с массированного удара по аэродромам ВВС Красной Армии. Советская военная авиация понесла серьезные потери. Люфтваффе прочно завладели господством в воздухе. Это определяло и ход наземных сражений. После больших потерь лета 1941 года на воинскую службу были призваны у вторые из санитарной авиации, сельского хозяйства, летных школ и аэроклубов. Скромные воздушные труженики превращались в реальные боевые средства. Задняя кабина оборудовалась скорострельным авиационным пулеметом «ШКАС». Под крыльями устанавливались бомбодержатели. На первых порах применение У-2 ограничивалось знакомыми задачами. Связь, вывоз раненых, доставка на передовую мелких грузов. Днем над линией фронта кукурузник появлялся редко, лишь в исключительных случаях. Ведь тихоходный самолет был отличной мишенью для вражеских истребителей и зениток. Иногда немецкие летчики ради развлечения сбивали У-2, не расходуя на него боеприпасы. Для этого они пролетали в непосредственной близости от советской машины. Биплан камнем падал вниз, потому что его фанерные крылья ломались мощной воздушной струей от винтов мессершмиттов. Однако война идет не только днем. Ночью, когда истребители не летали, наступало время У-2. И вот тут все его недостатки превращались в достоинства. Особенно ценной стала малая скорость. Она позволяла буквально зависать над целью. Небольшим, почти безоружным самолетом оказалась по силам задача, с которой не могли справиться скоростные и пикирующие бомбардировщики. Кукурузники успешно уничтожали малоразмерные цели. Почти каждую ночь, загрузив по 150-200 килограммов бомб, они наносили точечные удары по переправам, штабам и узлам связи противника. Громили живую силу и технику врага. И вот представьте себе, качество самолета, его устойчивость при полной бомбовой нагрузке, когда взлет полетный вес, значит, взлетный вес самолета составлял 1400 килограммов. Это для этого типа самолета был предельно большой вес. А это сказывалось и на управлении самолета, и на режиме работы двигателя. Теперь надо выйти на цель, а во время войны это же не проспект, освещенный морем огней, а это сплошная тьма, это маскировка. Выйти на цель и точно отбомбиться. Удачный опыт боевого применения заставил командование ВВС Красной Армии пересмотреть отношения к У-2 как к самолету вспомогательным. В начале 1942 года он официально получил новую воинскую профессию – легкий ночной бомбардировщик. Производственники откликнулись на запросы фронта изменением конструкции машины. Самолет получил не только вооружение, но и средства защиты – кресло с бронеспинками, шумо- и пламя-гасители. У-2 ВС войсковой серии. Многоцелевой легкий ночной бомбардировщик. Длина – 8,2 метра. Размах крыльев – 11,4 метра. Максимальная взлетная масса – 1400 килограммов. Силовая установка – двигатель М-11Ф мощностью 140 лошадиных сил. Максимальная скорость – 134 километра в час. Практический потолок – 1500 метров. Практическая дальность – 450 километров. Вооружение. Один пулемет калибра 7,62 миллиметра. Легкие бомбы весом до 500 килограммов. Пусковые установки для четырех реактивных снарядов. Емкости с горючей жидкостью. Суровое военное время заставило вспомнить о девушках, которые осваивали У-2 в гражданских аэроклубах. Летом 1942 года на Южном фронте вступил в бой 588-й ночной легкобомбардировочный авиаполк. Это была единственная чисто женская часть в составе военно-воздушных сил Красной армии. Все должности в полку, от механиков и техников, до штурманов и пилотов, занимали только женщины. Некоторые из них уже успели поработать в гражданской авиации. Некоторые пришли прямо из аэроклубов, едва окончив курс первоначального обучения. Инициатором создания женских боевых авиационных частей стала Марина Роскова. Роскова Марина Михайловна. Советская летчица, герой Советского Союза. Годы жизни. 1912-1943. Родилась в Москве. Окончила Институт инженеров Гражданского воздушного флота. Стала штурманом. Участница рекордных авиаперелетов. Установила несколько мировых авиационных рекордов. Одна из первых женщин, получивших звание Героя Советского Союза. Погибла в авиакатастрофе. Материальную часть 588-го полка составляли У-2, которые собирали по авиашколам и учебным подразделениям. Изрядно потрепанные самолеты не имели радиосвязи и прицельных приспособлений. Некоторые машины выработали свой летный ресурс. Несмотря на трудности, полк с честью выполнял боевую работу. Причиной успеха было тактически грамотное использование скромных учебных машин. Ночная бесшумная атака. Набрав высоту еще над своей территорией, летчицы выключали двигатель и в полной тишине планировали на линию вражеских укреплений. Эффективность таких действий быстро оценили немецкие фронтовики. Когда начинали сумерки, они все уходили на запасные командные пункты и запасные пункты управления. Потому что действия ночных бомбардировщиков настолько были эффективны, они значительно подорвали и снизили эффективность управления войсками немцев во время войны. Немцы оказали скромному биплану своеобразную честь, наградив его массой прозвищ. От полупрезрительного рус-картон и рус-фанер, полушутливых кофемолка и швейная машинка, до вполне уважительного ночной фельдфебель. Ты его не любишь, но он каждую ночь приходит в твой окоп, и никуда ты от него не денешься. Деятельность советской ночной авиации высоко оценило вражеское командование. Уже в 1942 году в немецких штабах стали применять новый термин – русская москитная авиация. К тому времени был хорошо известен москитный флот – торпедные катера и малые подводные лодки. Москит от авиации – это биплан У-2. В одиночку он не значит ничего, в больших количествах причиняет огромное беспокойство. К примеру, один только женский, 588-й, позднее 46-й гвардейский ночной бомбардировочный авиаполк, совершил за годы войны 24 тысячи боевых вылетов, сбросив на врага 3000 тонн бомб. 23 летчицы стали героями Советского Союза. Всего же в составе военно-воздушных сил рабоче-крестьянской Красной Армии 119 полков ночной бомбардировочной авиации летали на У-2. Командные кадры для них комплектовались из числа летчиков истребительной и бомбардировочной авиации. Тех, кто уже имел боевой опыт и мог обучать молодежь. Перевод в такую часть порой служил поводом для язвительных шуток. Товарищ Булочкин, мне полковник сказал, что я полечу с вами на вашем самолете. А это и есть мой самолет. Ну, позвольте, позвольте. Это же совсем древняя машина. Я думала, вы ас, а вы У-2. А знаете, я в крайнем случае один могу полететь. Так что, ну, садитесь. Кабина, прямо скажем, неприспособленная. Сконструирована еще при царе Горохе. И прошу заметить, от шуток может рассыпаться. Так что рекомендую не шутить. Пожалуйста, простите. Пожалуйста, пожалуйста. Удары по врагу – лишь часть боевой работы небесных тихоходов. Весь спектр их применения на фронте был очень широк. У-2 в течение всей войны оставался основной связной машиной. Вот у нас в полку обязательно был самолет У-2. Ну, куда-то надо, куда-то подлететь, там, что-то сделать, что-то быстро сделать. Единственное, что на нем было, когда в спешке, там, вот у меня даже был такой случай, когда в спешке улетаешь, позабудешь снять струбциды с элеронов. Для того, чтобы элероны не болтались, ставились такие струбциды, понимаете? И вот один раз взлетел, а не могу развернуться, понимаете? Да все равно я при помощи вот руля поворота зашел, сел, снял струбциды, взлетел и пошел выполнять дальше задание, понимаете? Экипажи кукурузников постоянно выполняли полеты за линию фронта на оккупированную территорию. Оружие, медикаменты, газеты, партизанам, раненые и больные на большую землю. Особой строкой во фронтовой биографии У-2 стала эвакуация детей. Тысячи юных советских граждан обязаны своим спасением скромному фанерному трудяге. В 1944 году самолет был назван по имени своего создателя Поликарпов-2. Его боевая работа стала славной страницей в летописи войны. Не так много найдется в мире самолетов, которые могли бы потягаться долгожительством СПО-2. Проверенная временем машина выпускалась до 1953 года. Исключительно простая и дешевая конструкция позволила на целых полстолетия решить проблему легкомоторной авиации. СПО-2